Рекурсивный метод может строить вот такие выражения математические. Это простейшее, может быть с иксами, с ирками, с вызовами методов, синусами, косинусами. Простая математика. Собственно говоря, рекурсивные панциры применяются, когда мне нужно, например, такое выражение вычислить. Или прочитать, построить синтаксическое дерево. То есть фактически, если есть какой-нибудь энтузиаст-преподаватель, в каком-нибудь хире, политехе, на космическом или в университете, то обычно в курсе на втором есть такая, ну, ранечко был Делфи, сейчас я не знаю, что вместо него. Была такая лабораторка эпическая, если преподаватель-энтузиаст. Сделать окно, на котором есть какой-нибудь компонент типа грид, или, ну, главное, чтобы было по пиксельной графике. Вот здесь есть текстовое поле ввода и еще обычно два поля. Сюда мы вводим функцию, прямо пишем, например, синус х умножить на косинус 1 делить на х символами. А здесь пишем, строй его от единицы до двух. И кнопка давай. Кажемая кнопка давай, здесь должны построиться оси и должен построиться график. Ну, этим самым преподаватели пытаются заставить, чтобы вы почитали какую-то литературу и научились парсить вот эти выражения. То есть вам дается строка, множество чаров или стрин, как в вашем языке программирования. И вы должны по нему построить фактически анализатор, который может понять, что там написано. Вообще говоря, эта задача решается красиво и рекурсивно. Код совсем небольшой, очень похож на этот. И тогда я просто говорю, х равен 4. Берем, запускаю парсер, он вернул там, на 4 функция равна 12. Даю нам, х равен 4,1. То есть понять, что рекурсивные методы, фактически единственный и главный красивый способ разбирать вот такие выражения. На это выражение очень похож, например, на XML. То же самое. Вошли в элемент, открыли фигурную скобку. То есть зашли, пишем, user, что-то поделали, когда выходим, закрывающая скобка, user. В user будут писать, открываем скобку, адрес, и закрывающая скобка, адрес. Здесь пишем, там, city, там, street. То есть наша структура вообще, говоря, рекурсивно, а очень напоминает рекурсивное дерево вызовов. Мы заходим, открывающий тег, выходим, закрывающий. Между ней может навтыкаться других. То есть фактически, ну, мы видим, тут может быть рекурсия. Если внутри юзера, то может быть юзер. Ну, XML бесконечно быть не может, потому что у нас нет ссылок. Сколько напишем, столько и будет. Хорошо, пошли дальше. То есть для чего мы... Оказывается, что алгоритмы сортировки можно построить не только на итерации, но и на рекурсии. У нас первая сортировка слияния и быстрая сортировка. Сортировка слияния. Для этого вы не сможете сделать, либо она лезет в интернет. Нет, который был лабораторкой на первом занятии. Он здесь используется. Функция merge, которая из двух сортированных массива возвращает третий массив, состоящий из этих элементов, но сортированный. Кто не сделал, либо лезьте в интернет, ищите, либо делайте первую лабораторку, чтобы делать. Так вот. Как он работает? Вот, собственно, его тело. Это рекурсивный алгоритм сортировки, называемый сортировка слиянием. Идея в следующем. Нам нужно сортировать массив. Мы определяем, очень похоже на Фибоначчи, что мы умеем сортировать пустой массив. Пустой массив уже отсортирован, ничего делать не надо. Мы умеем сортировать массив из одного элемента. Он уже отсортирован. И мы, наконец-то, умеем делать минимальные нетривиальные действия, умеем сортировать массив из двух элементов. То есть, смотрите, в предыдущий раз мы фактически полностью продумали алгоритм сортировки. Мы решили, как мы бегаем по массиву, что выполняем, и дальше мы сами себе доказали аналитически, что массив будет отсортирован. Потому что мы заметили свойства, нам повезло, что когда мы пробежали один раз, последний элемент, то есть, вынесло самый большой. Значит, пробегаем, мы будем их выносить, 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 и останется сортированным. То есть, в итеративных алгоритмах зачастую приходится все продумать с начала и до конца. И когда у нас есть все действия, мы их собираем в конструкцию. Рекурсивные алгоритмы часто применяют формулу «разделяй и властвуй», при которой нам не надо решать, не надо думать, как решить всю задачу. Мы можем задачу свести к другой меньшей задаче. Тут еще меньше, еще меньше. Какую-то задачу мы умеем решать элементарно. И дальше у нас есть процедура сведения к той задаче. Это я направляю, по сравнению с итеративными алгоритмами, это выглядит как волшебство. То есть, вроде мы никогда весь алгоритм не придумывали. Так вот, мы умеем сортировать двухэлементные массивы. Ну, если они идут в правильном порядке, 3, 7, ничего делать не надо. Если в неправильном порядке, надо поменять их местами. То есть, двухэлементные массивы умеем сортировать. Сравнить два элемента, оставить так или поменять местами. А теперь идея в следующем. Представьте, что у нас есть три элемента. 3, 7, 0. Мы надеем их отсортировать. Трехэлементные массивы так на вскидку не скажешь, как сортировать. То есть, надо сравнить эти два, на сравнение эти два, на сравнение эти. Мы делаем следующим образом. А что, если мы массивы разойдем на две части? Вообще, не важно каких. Обе будут меньше, чем исходный массив. Но мы для эффективности делим на середину. Чисел нечетное количество, поэтому делим, допустим, вот так. Мы не можем взять полтора числа там, полтора числа тут. Дальше. Эти два массива меньше. Единичный массив мы умеем сортировать. Он уже отсортирован. И этот массив мы умеем сортировать. 7, 0. Надо поменять местами. 0, 7. Что теперь мы имеем? Мы имеем два отсортированных массива, из которых надо сделать один третий отсортированных. А это мы умеем. Кто сделал первый лаборатор, умеет. Кто не сделал. Можно вопрос? Да. Может же в массиве быть один элемент нул? Нул, ну я сортирую массивы целых чисел, а у них нет значения нул. Ну вот, тем не менее, первый самый массив был нулевой. А, ну, пустой был. Пустого, да. Он не нул, он пустой. На нулах, вообще говоря, большинство нормальных аллоритмов сортировки должны кидать null pointer exception или legal argument exception. Да, но там был 0 и пустой. А, это не нулевой массив, но нулевого размера. Странная конструкция, то есть, ну, Java и разрешили. Массив не содержащий ни одного элемента. У него, он есть, у него есть хэш-код, есть toString, можно спросить его размер, length равен нулю. На самом деле, это аналогия, что я же могу сделать. New array list. Вот я создал новый лист. Теперь я беру list add. Да, даю туда что-нибудь там, 3. Ну, то есть, вот после того, как я создал лист, он пустой, но у меня нет ни одного элемента. Но он уже не нул, эта ссылка. Теперь добавляю. Ну, фактически, вот из-за таких аллюзий. Так вот. Теперь мне нужна функция match, которая имеет из двух сортированных массивов делать один сортированный массив. Как она работает? То есть, мы должны сделать фактически два указателя, брать 3 и 0, 0 меньше, 0, смещаем. 3, 7, 3 меньше, 3, закончился, остался семерка, выбрали семерку. А теперь, то есть, надо понять, что вот пустой массив, единичный и двойка, и массива длины 2, мы действительно как бы считали. Нулевой, единичный, длины 2 нам пришлось сортировать. Длины 3 мы на самом деле как бы не сортировали. Мы сверли задачу к трем задачам. Мы сверли задачу к сортировке левого массива, сортировке правого массива и слияния. И так в том, что как только мы построили вот этот правило, то есть, наяпаду, как бы наяп прочувствовать, что эта сортировка очень похожа на числа Фибоначчи. Если 0 и 1, мы знаем результат, если больше единицы, мы знаем, как свести задачу к более простой. А потом надо сделать математическое действие плюс. Здесь действием является мальчислияние. То есть, если мы тут массив, 3, 7, 0, 14, 2, 1, 9. Как я буду сортировать? Делю наполовину, он нечетный. Делю. Термина сортировать этот. 3 слишком много. Делю. Чтобы учеточка пониже. Здесь надо сортировать. 4 слишком много. Делю. То есть, вот этот уже отсортирован. Вот этот придется сортировать. Будет 0, 3. Эти два надо слить. Будет 0, 3, 7. Эти, эти надо сортировать. 2, 14 отсортирован. 1, 9 отсортирован. Термина эти слить. 2, 14, 1, 9. 1, 2, 9, 14. Термина эти два массива. 0, 1, 0, 3, 1, 1, 3, 2, 2, 3, 9, 3, 3, 9, 3, 7, 9, 7. Закончился 14. Мне кажется, где-то потерял число. Этот половин работает так. Ну, а теперь смотрим на ход. Да, алгоритм, кто функцию merge не сделал, идиать не собирается, берите губу в руки и ищите алгоритм сортировка слияния или по-английски merge 40. И выбирайте функцию merge оттуда. То есть, в ней там строчек чуть-чуть, чуть-чуть 8. Все очень просто. Как выглядит функция 40? Единственное, chrome.tube. Как выглядит функция 40? Она получает массив. Сейчас вспомню, почему такая синатура. От с какого элемента сортировать и сколько? Возможно, ее можно переписать. Так вот, что они... Если длина сортируемая... То есть, я в массиве указываю подмассив. Вот от чего я хочу сортировать? Если длина сортированного подмассива 0, то надо вернуть массив нулевого размера. То есть, меня попросили отсортировать массив нулевого размера, я вернул массив нулевого размера. Да, здесь это не оптимально по памяти, но каждый раз создаю новый массив. Если массив длины 1, я возвращаю массив длины 1, включая один элемент. Если массив длины 2, то я сравниваю первый элемент со вторым элементом. Если они в правильном порядке, то есть, первый элемент меньше второго, я таки возвращаю. Длиню новый массив, в котором элементы стоят в таком же порядке. From и To. Иначе я меняю их местами. А, вот, я понял ничего. Если же мой аргумент, то есть, меня сортировать подмассив не нулевой длины, не единичной, и не длины 2, что я делаю? Я даю массив, даю ему левую половину от front и plan делить на 2. получил отсортированный. Теперь, онсок Fibonacci, из функции sort два раза вызываю функцию sort. Теперь, я даю массив и говорю в нем от середины до конца. Ну, что здесь происходит? Когда я даю массив, я говорю от front, от for, from, от from длины len. А дальше, когда мне надо сортировать левую и правую половину, я говорю от from до len делить на 2, и от from плюс len делить на 2, и len делить на 2 элементов. Смотрите, два кусочка. Посортировал левую половину, посортировал правую половину. И потом вызываю функцию merge. То есть, у меня левая половина сортированная, правая сортированная. Я вызываю слияние левой половины и правой половины. Ну, вот, из-за того, что вот здесь у меня получился аргумент array, и сортировка всего массива, это сортировка левой части и правой. Я в этот момент, ну, может быть, углупил, не хотел копировать элементы, поэтому у меня получилось, что вот даже еще два индекса. То есть, я на том же массиве указываю левую половину и правую при помощи игры с индексами, при помощи игры вот этих аргумент. Так вот, удивительно, что хотя этот метод выглядит все-таки сложнее, чем сортировка пузырьков, например, или сортировка вставками, он намного эффективнее. Мы это проходить не будем, но могу дать посоветовать хорошую книгу по теории алгоритмов, где они объясняют. Вообще говоря, пузырек,